Но когда вот в этом пантеоне, условно говоря, новый герой в России, прозвучало имя Петра Николаевича Краснова, у меня остатки волос стали дыбом. Евгений Юрьевич, ну, начнем вот с чего. Киселев говорит, совершал Ленин преступление, безусловно, совершал. Но это даже нынешнему принципу презумпции невиновности конституционному категорически противоречит. Ленин нигде не признан вообще виновным в чем куда ни было предосудительным. И вот так, так по каждому пункту, если все это разбирать, это просто, ну, на мой взгляд, чудовищное выступление. Краснов сюда приплетен, человек, который просто воевал на стороне фашистов, в преддверии 70-летия Победы, ему ставить памятники. Может быть, это у него с языка сорвалось, но тем не менее, что сказано, то сказано. Ну, вы знаете, меня тоже очень, ну, мягко говоря, удивило это выступление господина Киселева. Все, что было сказано им относительно Ленина, ну, это, опять-таки, абсолютнейшая ложь. Ну, вот достаточно, например, обратить внимание на его посыл, что Ленин уничтожал русскую православную церковь. Большевики, когда пришли к власти, они издали декрет об отделении церкви и школы, прошу прощения, церкви от школы и от государства. Вот и все. На больше они не претендовали. Это во многом сами священнослужители потом спровоцировали большевиков на более жесткие меры. Я, кстати, хочу сказать, что было вообще-то два декрета. Первый декрет был более мягкий, но активная позиция церкви в этом смысле, она заставила большевиков закрутить гайки. Более того, я хочу сказать, что церковь всю свою жизнь, когда она находилась под пятой императорской власти, хотела освободиться от государства, от области государства. Церковь принимала самое активное участие в февральских событиях 1917 года. Наконец-то вот этот многовековой спор между светской и духовной властью о верховенстве был завершен победой церкви. Они не упоминали больше государя-императора. Они принимали самое активное участие не просто в свержении Николая II, а в уничтожении вообще монархической формы правления как таковой. И здесь опять приплетает Ленина. Да, Ленин и другие большевики боролись с русской православной церквью как с институтом. Но они не боролись с Богом, когда говорят «богоборческая власть». Ленин говорил, что религиозная мракобесия можно победить только просвещением, образованием массы. Мы будем работать именно в этом смысле, а не просто тупо, условно говоря, уничтожать там в головах людей какую-либо веру в Бога. То, что касается предложения об установке памятника Краснову. Ну вот в этой части, кстати, выступления мне не очень понятно, когда господин Киселев предложил как бы уравновесить памятники Ленину и всем остальным историческим персонажам. Он что, предлагает нам начать тот ленинопад, который на Украине происходил, что ли? Как? Вот в каком это должно происходить, так сказать, русле, понимаете? Теперь, ладно, хорошо, соглашаемся, что установим памятник Деникину там, еще кому-нибудь и так далее. Причем он там сказал и Дзержинскому давайте, и Фрунзе, но это понятно было для красного словца. Но когда вот в этом пантеоне, условно говоря, новых героев в России прозвучало имя Петра Николаевича Краснова, у меня остатки волос стали дыбом. Слушайте, ну это коллаборант, предатель, который воевал на стороне вермахта. Это человек, который возглавлял небезызвестный казачий корпус. Это человек, который был начальником главного управления казачьих войск. Это человек, который с самого начала поддержал германскую агрессию. Более того, этот человек был повинен, кстати, не просто в развязывании гражданской войны, в том числе на Дону. Он первый там начал строить фонд лагеря. Это человек, который уже тогда опирался на германские штыки. Это сепаратист чистой воды, который, в отличие от других лидеров белого движения, выступал не под лозунгом «Единая и неделимая Россия», а под лозунгом создания отдельной Доно-Кавказской Федерации. Потом мы удивляемся, почему в Праге сносят памятник Коневу. Так мы сами это все начали. Причем начали не сейчас. Вспоминайте времена пресловутой Горбачевской перестройки. Потому что до памятника Дзержинскому был снесен памятник Свердлову у Китайской городской стены. Был снесен памятник Михаилу Ивановичу Калинину в начале Нового Арбата. И многим-многим другим. Понимаете? А потом насыпаем голову Пепову и удивляемся, почему сносит памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге. Так это вот нам ответка. Понимаете? Ну вот по поводу того, что Ленин отобрал у всех собственность. Что Ленин отобрал. Ни у кого не осталось ни машин, ни квартир, ни лошадей и так далее. У меня сразу возникает вопрос. А где же тогда люди жили, если у них ни квартир, ни машин, ни лошадей? Ну это абсолютная чушь. Дело в том, что Ленин, как и все настоящие марксисты, они отрицали право частной собственности на средства производства и орудия труда. Никто не посягал на личную собственность. Как раз вот те самые квартиры, машины, кобылы и так далее, и так далее. Понимаете? То есть это абсолютнейшая подмена понятий. Теперь то, что касается, например, права нации на самоопределение. Мне уже не раз приходилось говорить об этом, но не грех повторить еще раз. То, что касается, например, отмены товара денежных отношений и так далее, и так далее. Но я посоветовал бы почитать, например, ленинские и апрельские тезисы. Я цитирую, что там было написано. Наша главная задача не введение социализма тотчас, а лишь установление рабочего контроля над общественным производством и общественным распределением. Буржуазии было предложен этот компромисс. Но как только в ноябре 1917 года был издан декрет о рабочем контроле, буржуазия начала объявлять локауты и саботировать все лишения советской власти. Это была вынужденная мера, когда большевики пошли на красно-гвардейскую атаку на капитал. Теперь то, что касается два последних момента демократии и парламентаризма. Слушайте, в своей знаменитой работе «Пролетарская демократия и ренегат» в Каутске Ленин черным по белому писал. «Карл, прекратите вешать лапшу на уши о чистой демократии». Никакой чистой демократии в природе нет. Эту классовая демократия носит всегда, прошу прощения, демократия всегда носит классовый характер. Более того, в своей работе «Государство и революции» Ленин писал, что для нас возврат к парламентаризму был бы шагом назад. Я приведу слова почитаемого знаменитого русского консерватора, выдающегося правоведа и государственного деятеля царской России, Касатина Петровича Победоносцева, который говорил о том, что парламентаризм – это величайшая ложь нашего времени. Ну и последнее – про Брестский мир. Все дело шло к тому, что Германия будет повержена. А раз будет повержена Германия, значит, от Брестского мира, который сам Ленин называл пахабным, телесистическим, не останется рожек и ножек. Понимаете? Конечно. Этого не могли просто элементарно понять тот же Бухарин, Калантай, все наши горе-левые, как говорил сам Ленин, понимаете? И Троцкий. А тогда же была главная задача какая? Не просто спасти революцию, но и страну сохранить. Потому что если бы страна была оккупирована, если бы она была повержена, то от нее бы вообще ничего не осталось. Маркс еще, по-моему, в критике генгелевской философии права, или в критике Готской программы, я сейчас могу ошибаться, но неважно, выдвинул тезис о существовании двух государств. Так называемого умнимого государства, то есть классового государства, и реального государства, генгелевской философии права. Понимаете? И вот именно из этого исходили все марксисты, которые знали, что такое марксизм. Понимаете? Не начетники, а вот действительно люди, познавшие сердцевину марксистского учения. И Маркс впервые в своей знаменитой работе «Гражданская война во Франции», которая была посвящена истории Парижской коммуны, задался себе вопросом, а что мы должны построить после того, как к власти придет вот тот самый пролетарий, да? И вот он сказал, что что-то типа, возможно, вот Парижской коммуны и будет тем переходным, как бы, элементом вот от капитализма к коммунизму. Потому что социализм, представление марксистов, это не отдельный общественный строй, это не отдельная формация, это лишь первый этап коммунистического строительства, понимаете? И когда Ленин уже в период революции, он начал писать, кстати, эту работу еще в январе 17-го года, а завершил уже, находясь вот в разлибе в августе 17-го, да? Стал писать свою знаменитую работу «Государство и революция», он тоже исходил вот из этого марксистского посыла, что социализм, это будет лишь небольшой переходный период, а вот в этот период, да, мы будем строить полугосударство, или отмирающее государство, или государство коммуны. На чем мы будем его строить? На базе Советов. Потому что многие считали, что те органы советской власти, которые возникли в феврале-марте 17-го года, в общем-то, это лишь органы, с помощью которых можно взять власть, но не проводить страну. А Ленин нам говорит, нет, возврат парламентаризма, буржуазному, был бы шагом назад по сравнению с Советами. Советы и будут вот той переходной формы отмирающего государства. Но, и вот это принципиально важно, когда мировая революция помахала ручкой, а наши горе-левые, Бухарина компания продолжали коричать долой границы, да здравствует революционная война, он им и говорит, поскольку до мировой пролетарской революции еще слишком далеко, то мы стоим за создание сильного пролетарского государства. Государства диктатуры пролетариата. Диктатуры в том смысле, что это государство прежде всего через законодательство будет отстаивать интересы большинства. Это будет государство, законодательство которого будет стоять на страже интересов пролетариев. Пролетариев промышленных, пролетариев сельских и так далее, и так далее. То есть тех людей, которые живут не за счет эксплуатации чужого труда, а за счет своего собственного труда. При этом, сейчас, Евгений Евгеньевич, вы согласны при этом, что по факту национальные интересы России и Советского Союза, они были подняты на небывалую высоту, как никогда прежде в истории? Так, а я об этом и хочу сказать. Вот когда началось строительство вот этого самого государства диктатуры пролетариата, то здесь соединилось то, о чем говорил Герман Анатольевич. То есть вот национальный интерес, он соединился с интересом клацовым. И это стало национальное государство не кучки буржуазии или подъясного дворянства, это стало национальное государство всего русского и других народов бывшей Российской империи. И в этом смысле, кстати, большевики провозгласили лозунг права нации на самоопределение. Потому что они прекрасно понимали, что когда будет ликвидирована эксплуатация человека человеком, и разным народам Российской империи нечего будет делить между собой, трудящимся, то и возникнет вот это естественное многонациональное советское государство. Евгений Юрьевич, вот я не буду обобщать, потому что я точно знаю, что в церкви есть разные мнения, в том числе и мнения на советскую власть. Но мы постоянно слышим выступление поставленного деятеля, митрополита Илариона, который человек широко образован, он служил во всех западных странах, ну, во многих там, в США, в Англии, еще где-то, вот он постоянно выступает такими ярко выраженными антисоветскими речами. Почему вот эти люди постоянно задевают советскую власть? Ведь действительно, казалось бы, по ценностям очень много общего. Может быть, они чувствуют какую-то конкуренцию или еще что-то. Вот у них, я вижу, что-то не политическое, а что-то такое даже личное. Почему? Вы знаете, может быть, я заблуждаюсь, но у меня вот сложилось столь убеждения, что вот этот антисоветизм, который проповедует целый ряд нынешних иерархов Русской Православной Церкви, он ведь стал активно развиваться именно в 10-е годы. То есть при патриархе Алексии этого не было. При патриархе Алексии все-таки шло строительство церквей, монастырей, возрождение вот этой религиозной жизни, и церковь особо не лезла в политику. С чем я связываю, на мой взгляд, вот это вот коренное, крайне опасное для самой Русской Православной Церкви искривление? Что у нас в 2007-м, то ли 2008-м году состоялось так называемое объединение с Русской Православной Зарубежной Церковью. Именно она, эта Русская Православная Зарубежная Церковь, по сути дела и определяет сейчас идеологию всей Русской Православной Церкви. Она навязала все то, что она исповедовала после своего возникновения. А я напомню, что это церковь Власовская. Это церковь, которая, так же как Власов, Краснов и Ижи с ними, благословила Гитлера против СССР. Насколько я помню, у них в свое время даже в США были проблемы в годы Великой Отечественной войны, у них были проблемы с ФБР. Да, они поминали в своих молитвах Гитлера и других руководителей Рейха. Именно они установили, кстати, на территории Соединенных Штатов Америки Тината Власову, ну и все, так сказать, далее по списку. Вот с чем во многом связана вот эта ненависть части иерархов Русской Православной Церкви по отношению к нашей истории, к советской власти, к ее вождям, к достижениям советской власти и так далее. И на мой взгляд, это чрезвычайно опасное явление, которое ведет к расколу не просто вот в нашем обществе, да и в самой Церкви. Я напомню, что буквально несколько лет назад небезызвестная встреча патриарха с папой римским, посмотрите, как она взбудоражила не меня. Мы как бы от Церкви люди далекие, хотя и православные по своему происхождению, рождению, да. А именно таких вот воцеркуленных, что ли, людей. Поговорили о том, что наступает эпоха нового раскола внутри Церкви. Ведь все вот эти религиозные организации, они так или иначе всегда подвержены опасности раскола. И не надо создавать еще одну линию раскола, которая бы уже наносила действительно смертельный удар по православным верующим. Вот о чем идет речь. А мне кажется, что вот эти все кампании, они задуманы и срежетированы отнюдь не здесь. Понимаете? И вспомним, где находится штаб-квартира той же русской православной зарубежной церкви. И кто ее там окормляет, и кто там ее содержит. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь довольно много тайных смыслов и довольно много тайных кукловодов, которые преследуют в том числе и идеи раскола общества, нашего общества по этим линиям, а по большому счету уничтожение России как государственного образования. Евгений Юрьевич, я всегда подчеркиваю, что мы ни в коем случае не злорадствуем тому, что сейчас происходит, потому что это связано со страданиями людей. Но тем не менее мы видим небывалый кризис капитализма, вызванный собственно действиями капиталистов в первую очередь, потому что вирус здесь носит, я бы сказал, подчиненный некий характер. Вот как вы видите на сегодняшнем этапе, действительно, когда этот кризис разворачивается на наших глазах, как вы видите сейчас роль ленинского наследия и его опыта? Насколько это сейчас может быть востребовано? Вы знаете, когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в мире, у меня возникает ностальгия по советским временам, когда существовал так называемый железный жанрец. Напомню, что в годы Великой Депрессии, в 20-30-е годы, когда весь западный мир находился в глубочайшем экономическом и социальном кризисе, Советский Союз развивался семимельными шагами. Потому что мы, пожалуй, единственная страна в мире, где все есть для внутреннего саморазвития. Мы страна, которая обладает колоссальными природными ресурсами, полезными ископаемыми, грамотным пока что, я надеюсь, населением, образованным, стопроцентно образованным. Это наследие советской власти. У нас еще пока не проели все советское наследие. Мы пока еще по своей сути советские люди. И этим надо преимуществом пользоваться, понимаете? А не плестись в колее вот этих вот прогнивших, по сути дела, исчерпавших свой внутренний потенциал западных демократий. Я в данном случае слово «демократия» беру в кавычки. Неужели вот 30-летний опыт движения нас ни в чем не убедил, понимаете? Ну, я вот, кстати, говорю, ведь сильная сторона любого политика и государственного деятеля является признание своих ошибок. И ничего постыдного в этом нет. Ленин об этом сто раз говорил. И он признавал свои ошибки. Сталин это делал и говорил. И признавал свои ошибки, понимаете? И менял курс, менял политические, так сказать, приоритеты. Но почему наши вот либеральные, так сказать, вожди, они как вот уперлись в эту монетарную экономику начала 90-х годов? Ни шагу с этой монетарной экономики в сторону. Какие-то вот поползновения там, вот сейчас жареный петух плюнул. Мы начали опять возводить вот эти вот госпиталя, больницы. Опять говорить о том, что мы неправильно проводили политику оптимизации здравоохранения. Это признает сама власть. Причем она не сейчас это признает. Вспоминайте, например, тот же 19-й год. Тот же президент Путин говорил, что мы не то сделали в сфере заптимизации. Мы, по сути дела, уничтожили все первичное звено. И это, я цитирую слова Путина, и у нас там катастрофа. Это президент страны говорил в прошлом году. Понимаете? Да вот это признание ошибок, это сильная сторона любого политика. Если ты понял, что ты совершил ошибку, ты готов исправлять вперед из песни. Давайте исправлять. И нам надо исправлять ведь по всему спектру. Это же не только касается здравоохранения, а образования. Понимаете? Тот же Виктор Шадовничий, он, по-моему, в прошлом году, или даже позапрошлом, сказал, что болонская система нас завела в тупик. Это признание ошибки. Значит, надо признавать это и менять ситуацию. Та же промышленная политика. Ну и так далее, и так далее. Я вот думаю, что этот кризис, правильно, китайцы, по-моему, говорят, кризис, это не только кризис в том смысле, в котором мы его понимаем, но кризис это возможность переосмысления и исправления ошибок и движения по иному направлению. Так давайте вот тогда осмыслим вот этот кризис, глобальный кризис капитализма, и возьмем все лучшее из нашего опыта. А лучшее в нашем опыте, это был прежде всего советский опыт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!